так ну ладно все сейчас до запылилась конечно камера уже мы сейчас постараемся прикольно же выглядит она солнце на нее светит белая прям короче мамочки закрывайте дочерей да ладно все вот эта машина она чисто заточена под российский рынок то есть у нее внутрянка дешманская ну в плане объема двигателя каких-то динамических характеристик и так далее но внешне она выглядит как амг то есть это мечта как говорится покупателя будущего mercedes хоть и за мой здесь 210 постоянно меня спрашивают у тебя там 5 и 5 он настоящий либо ненастоящий к этому в итоге компания mercedes сами пришли то есть все машины у них выглядит как амг с девятнадцатыми дисками сами обвесами но нихрена никуда не едут мы еще на ней прокатимся но абсолютно динамика никакая по поводу цвета здесь очень красивый перламутровый цвет но этот трехкомпонентная краска не дай бог вы где-нибудь что-нибудь зацепить и покраска будет стоит на порядок дороже по поводу дисков вот дизайн этих дисков ну спорно знаете как вот я до сих пор не могу понять они мне нравятся или нет то есть сами вот эти лучи выглядят прикольно вот этот вот ободок вроде бы современно понятно что это для аэродинамики ну хрен его знает вот здесь ну просто на минуточку задние шины здесь двести семьдесят пять тридцать пять девятнадцать ну скажите что они так не выглядит это сто процентов выглядит как 18 максимум так чуть-чуть я хотел сказать забыл я так сам парень там чуть-чуть это не все он мне кстати сказал чтобы я говорю что это его ешь хозяин автомобиля нормальной тачки все спасибо что дал поснимать про дизайн быстренько пробегусь все окей он на порядок бодрее выглядит он она на порядок бодрее выглядит чем дорест это сто процентов про мотор тоже быстро скажу мотор м264 рядная четверка турбовый пока особой статистики не с 2018 года их ставили ставить на ком значит автомобили mercedes на разные классы c класс там е класс и так далее чем примечательным мотор если его кормить сотым бензином либо 98 в принципе плюс-минус свои 100 тысяч он проедет относительно допустим там всяких ремней и так далее цепной здесь привод цепь по-моему меняется вот как раз на 100 тысяч ну поэтому мотору особых нареканий таких прям жестких тоже нету ну не знаю с годами видимо появится какая-то статистика где уже люди скажут как бы надежно он либо нет базовый мерседесовский мотор коробка передач девяти ступенчатый гидротрансформатор за коробку отдельное спасибо несмотря на то что здесь рядная четверка с мелкой турбиной 197 лошадиных сил автомобиль настроен очень интересно вот мы на нем сюда ехали то есть в городском потоке у вас будет ощущение что у вас ну чистокровный 3 литра там лошадей 250-300 ну как минимум по трассе когда ты уже заходишь обогнать несколько фур и надавить газ в пол нихрена мощно никуда не едет и очень мерзко жужжит по звуку вот камере 2 и 5 когда пытаетесь вы выкрутить вот-вот что-то в этом ну сильно очень похоже начнем а ну-ка вот с этого теста ну блин здесь нету этого как на киа ну да здесь конечно металл вот в плане металла конечно кмаку пастрина ноль вопросов с японцами не сравнить из плюсов например здесь выезжающая камера обалденно тоже сделано она не пачкается и и не надо постоянно протирать все автопроизводители мне кажется должны делать все именно вот так вот то что электропривода за эти деньги вы не получите это соответственно современные реалии сам карпет дешманский вот его внутри вот трогаешь ну из не очень приятного материала сделал но это не только у мерседесов у бмв точно так же один в один все сделано так идем дальше закрыть его тоже конечно надо постараться на машине пробег 22000 с деревянной вставкой что стало просто посмотрите вот здесь это вы не думайте что там и кто-то значит надрачивал и типа из этого получилось вот вам другая сторона вот абсолютно в том же месте точно так же все стерто я не знаю может кто-то ехал и коленом там как-то притирал или кого-то там счастлив ну женщина обычно сзади не на спереди там как короче машина это для любви реально вот поездить на ней так два дня три дня кого-то поснимать но постоянно были на так конечно капец вот это тоже вот хрень я не знаю вот такого вот размера лючок бензобака здесь видимо для газовой установки еще место осталось он прокалить просто ровно столько же вот для газа ну продумано если тесно для экономных ребят нормально тема это это плюс короче так идем дальше я много раз вот когда снимал особенно е-класс и вообще любой mercedes я его сравнивал со своим 210 и многие писали чё ты свое там старое ведро пропихиваешь там еще что-то уже блин 20 лет прошло эта машина намного новее 210 mercedes больше всех остальных я вам скажу в салоне почему из-за того что компактная панель сзади больше мест в 210 я просто вот так вот беру и на заднее сидение могу залететь здесь же приколитесь как приходится садиться вот на я уже уперся коленом второе заносишь и ты едешь и упираешься это я сделал сиденье за собой по материалам качество кожи вот эта машина напомню сколько стоит около семи до ладно хрен с ним когда она там допустим вышла не стоили в районе пятерки может 4500 но дешевле не были это что вот вот просто вот на интерес вот руками тактильно ты трогаешь вот эту она даже не пытается быть похожей на кожу понимаете вот даже не пытается настолько шершавая вот просто как керзовый сапог я понимаю что это прерогатива типа этой комплектации который пожирнее там по-любому там кожа на по и так далее но тем не менее елки-палки вы в амджи одели там диски в обвесы и так далее салон тоже у вас боковой вот поддержкой но сшито все из керзача я считаю что это конкретный минус вот эта фишка меня вообще короче убила во первых я охренел почему управление сиденьем здесь я значит вот так вот сел на умника в машину ищу на двери нет управления думаю дай-ка вот это подвигаю то есть вот написано рисована сиденье спинка туда-сюда она короче делается вот эта штучка вперед-назад не двигается я думал может как на двести двадцать третьем там типа чуть-чуть прижал как сенсорная и она двигается ни хрена я минут 15 искал как же мне подвинуть просто сиденья вперед или назад там я не знаю в итоге оказалось что просто вот здесь вот как на приори ты рычажок двигаешь и вот так вот туда-сюда ну просто они безумно удобные эти сиденья ну вот это чё за хрень дальше второй момент вот здесь вот допустим управление там подогревом и обдувом сидений хрен его знает вот эту вот площадочку и и отдельную нельзя было сделать здесь есть только подогрев оставили просто тупо заглушку в мерседесе напомню это мерседес понятное дело что базовый понятное дело что он из-за наших реалий стоит столько но все равно понимаете отношение как вот в солярисе когда вот оставляют вот эти заглушки тут такого мне кажется быть не должно по салону по плюсам теперь пройдемся во первых когда ты в салон попадаешь расположение вот руля панели вот этого всего сделано ну крайне удобно крайне мне нравится что вот эта панель она прям низко вниз опущена но и в этом есть минус например для водителя здесь есть такие две как бы выемки куда можно засунуть колени у пассажира такой прерогативы нет и пассажир должен двигать свое сиденье даже дальше чем я то есть водитель понимаете естественно когда он его назад подвинет как вот сейчас там сзади просто места не останется ну чё врешь вот насадись вот он сел вот у вот ему что сейчас чтобы сесть допустим как сказать вот подвинь его назад как тебе удобно сядь назад еще вот 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 теперь сними сзади сколько места осталось покажи вот я 1 напомню что я вот там сам за собой я вообще не могу себя сейчас он сидит удобно вот столько осталось здесь место ну в принципе сейчас мы плавно перейдем к тому за что платят деньги в этой машине то есть да вам дали амг внешность и так далее первое на что ну с чего вы реально охренеть это с мультимедией вот это мультимедиа лучшее в автомобиле строение лучшее в плане графики прорисовки всего остального лучше нету бмв мультимедиа можете у нас посмотреть все практически последние модели бмв x5 и x7 мы все вот в минводах снимали именно уделяли внимание мультимедиа там сделано в принципе по графике все точно так же но настолько скучно что просто караул здесь вот пиктограммки большие все сенсорное и все похоже на мультик причем в плане настраивания допустим мультимедиа но это просто космос здесь каждый из колодцев во-первых вы выбираете тему какую вы хотите то есть допустим спортивную либо там классическую спокойную и прогрессивную то есть четыре варианта вот вы тему допустим выбрали нажали окей помимо этого каждый из колодцев вот так в бок делаете вы его можете настроить то есть там в колодец можете вывести навигацию и так далее вот сейчас я допустим вывел навигацию просто вот насколько вам просто настраивается у меня здесь навигация здесь навигации тут навигации возможности мультимедиа отзыв точнее отклик ну не сказать что прям как на айфоне ну плюс-минус очень быстро все это все это система работают то есть они сюда по сути хоть это и получается одна из базовых моделей но железо в плане мультимедиа и запихали топовая вот реально топовая по качеству материала по пластику вопросы есть вот это вот здесь вот на самом руле вот здесь вот соляриз вот серьезно вот просто дешманский какой-то пластик даже вот это вот кочерга не считаю алюминиевой вставки дешманский выглядит кнопка старт-стоп пульсирует прикол это стопроцентный как да вот это вот оля бмв тоже очень удобно и вообще здесь а такая вот сильно выраженная боковая поддержка ну к сиденьям вот в плане их комфорта вопросов вообще никаких абсолютно козырьки вот эти вот которые вот я же говорю где где видно что на машине сэкономили козырьки вот эти вот дешманские ручки которые вот здесь вот они во-первых какие-то хлипкие на чуть-чуть даже шатается во-вторых ну вот неприятно держаться то есть дешманский пластик они до добавили там воздуховоды с алюминиевыми как говорится вставками это прикольно но все остальное дешевизной попасть отдельно кстати плюс то что вот дерево именно такое текстурированное и матовое и еще черное да просто очки уберу то есть она не марка и на нем не видно вот этих всех как говорится отпечатков пальцев и всего остального салон сделан очень практично вот она белая на черном это для россии ну прям топчик кстати пока не поехали сделаем вот эту вот фишку там же есть они в mercedes рекламировали там скажи там привет mercedes и все значит будет смотрите как это работает привет mercedes слушаю вас понимает улица кабалоева извините я не могу вам помочь сейчас вот опять скажите привет марзе короче хрень собачья это ну по-любому вот я отвечаю я просто уже устал с ней разговаривать сюда ехали а несколько раз чуть не воткнулся пока вот в этой менюшке копался менюшки прямо обалденные вот я для себя так и не понял какой я хочу спортивный прогрессивный слишком много короче настроек но это и прикольно ну анимация просто выше короче кто вот в машинах не разбирается вот знаете кому вот особо не нужны какие-то нюансы то есть там определенное качество кожи там регулировка сиденья нормальная ну они охренеют с этой машиной вот реально особенно вечером вечером она вообще превращается магнит для женского населения просто страшный может по прикалам кого-нибудь а? Луцханыч ты готов напасть на кого-нибудь напасть ты готов из заднего сиденья а? что ты ей скажешь а? а? гоп стоп сейчас мы тебе подыщем какую-нибудь жертву а? давай мы ее заманим скажем вот у нас съемки нужно ваше мнение по поводу машины а? она думаешь не подпишется? не она потом тебя увидит и скажет и она все согласна не у меня есть но все равно вот когда уже допустим хоть более-менее есть понимание что из чего сделано то вот эти все аферизмы они конечно выкупаются в этом автомобиле да ну губки накрасили реально как крашеные губы шумные капец какие арки вот мы едем здесь летняя резина стоит пирели вроде бы как бы нормальная все но капец как ее слышно вот прям блин у нас внедорожные представь колеса и мы ну да 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 мы вот с утра до вечера ездили вообще на атэшках жестких таких и даже вот мы по сути не должны были это замечать но этот шум есть да вот ну открою окно не есть есть вот арки здесь с арками короче делать что-то надо по управляемости кстати современная тачка реально до этого тестировали cls вообще мне не понравилось хотя тоже вроде не старая машина там 15 или 16 года она была вообще управляемость была ни о чем здесь же видимо в связи с рестайлингом или как-то настроили они управление ну супер чуткая ну наверно из-за 35 профиля я все-таки знаете я привержен того что поставь низкопрофильные диски и даже телега будет управляться отвечаю вот я вот да низкопрофильные диски решают и подвеска чуть-чуть поджать если любая телега будет нормально рулиться так что это не какое-то мне кажется феноменальное достижение здесь во-первых и подвеска стоит наверное специально чуть-чуть занижена нежели стандартная модель еще и диски гигантские сзади вообще 275 профиль но при этом я же говорю рулится блин бомбово насчет значит связка мотор коробка эталонная здесь 9 передач вообще не чувствуется ни на понижение ни на повышение абсолютно никаких этих нету то есть такое ощущение что ты едешь на вариаторе что-то чувствительное не кстати знаете смешно это на сиську похож посмотри на него он прям круглый его хочется вот так вот понажимать ну прям вот такой и вот эти тоже сисечки ты видела здесь вот вот такие короче одинокому мужчине хотя на такой тачке вряд ли он будет долго одинокий все такой сосочек посмотри вот так его блин а тебе говорю посмотри еще вот так сделано покрутить можно специально да конечно приколисты дизайнеры ничего не скажешь не ощущение люксовой тачки вот кстати еще такой как говорится критерия но безусловно присутствует его единственное я же говорю подмачивает этот шум колес и завывание этого мотора который пытается как-то эту телегу разогнать но тем не менее у него это плохо получается здесь еще такая особенность когда вы на газ плавно давите вот мы например плавно ускоряемся вот она вроде бы в меня ему едет как только захочешь допустим надавить вот так вот ну то есть в пол там сначала происходит какой-то вот такой вот момент и вот ты чувствуешь что ну не хватает ей в моменте то есть она до 100 наверное разгонится более-менее бодренько потом скорее всего уже наверное потухнет расход топлива заявлено значит по паспорту было 9 и 5 по факту я вот смотрел здесь ну вот сейчас показывает 14 и 2 то есть я не знаю ну мы не сказать что прям динамичные какие-то характеристики ее проверяли ну вот он расход средний показывает 14 и 2 а здесь вот заболе допустим за 7 это показало вот сейчас там мы проехали какой-то промежуток там 15 километров за 75 показывает 11 литров то есть ну я думаю расход у нее плюс да что за блин сигнал я только трону эту сисью она сразу возбуждается да руль выглядит просто бомбезно на него смотреть приятно единственное вот эта сиська она конечно лучше была бы в коже на 223 она какой-то пластик дешманский то есть сам руль видно что дорогой более старшие модели но вот эта сисечка она конечно вообще не в тему у нее кстати еще прикол из-за того что много ступеней коробки мы ехали по моему около сотки километров и было 1100 оборотов то есть она при малейшей возможности она втыкает короче в верхнюю передачу но это режим эко соответственно если режим поменять то уже более она будет меньше держать вот мы сейчас в эко едем а ну вот спорт плюс подключился переключение режима вот здесь вот их 4 спорт комфорт а нет зряк смешно сделано вот это блин двухлитровая машина какого хрена на ней этих два спорта блин спорт и спорт плюс просто жесть индивидуум на вот спорт плюс что-то поменялось оно звук слышишь слышишь она передач короче держит чисто да типа подожди как его вырубить ну короче я же говорю фантик красивый по вот кто в машинах вот кто умеет ездить вот это вот что за хрень смеси комфорт спорт ну это просто смешно на таком объеме это показывать не знаю двоякое чувство с одной стороны вроде бы да тот самый мерседес но я вам клянусь блин двести десятый в плане салона качество салона вот просто у кого двести десятый пацаны вот так вот задний кармашек в сиденье вот так отогните и там вы почувствуете текстуру замшу именно самой кожи из какой толстой кожи там пошиты сиденья здесь ну прям дешманский прям вот дешманский дермантин вот реально вот просто вот здесь вот вот здесь реально кстати руль вот он кожаный вот кожа вот должна быть плюс-минус вот такой здесь вот ее трогаешь и даже вот как-то не особо в общем приятно вы поймите почему я не могу эту машину прям нахваливать то что у меня есть с чем сравнить я езжу каждый день на мерседесе точно таком же в таком же обвесе там и так далее только двадцатилетней давности там салон намного качественнее сделан вставки под дерево намного качественнее ощущение от самой машины она более как будто тяжелая более монументальная это же похоже вот на какой-нибудь там Hyundai Sonata Camry и так далее то есть легкость и в руле и в езде вот это все присутствует то есть вот это в ней монументальности этому автомобилю не хватает но при этом естественно двадцать лет это так как говорится не два года разница технологически ну конечно огромный шаг сделала компания Mercedes-Benz система мультимедиа система безопасности здесь кстати Distronic стыд я тоже не сказал очень удобная тема то есть вы выставляете за машиной какой-нибудь едете если вдруг там в телефоне что-то как-то засмотрелись автомобиль все сделает за вас и как бы вас в этом подстрахует технологии но видно что они в угоду технологиям то есть чтобы сюда запихнуть побольше фишек побольше всяких плюшек они соответственно пожертвовали качеством материалов и всем остальным то есть вот это большой вот минус когда ты с горячки берешь смотришь на красивую картинку на красивые мониторы а толком не понимаешь что это за автомобиль то бывает такие я вот несколько случаев знаю что автомобили покупали именно вот такие 213 ешки месяц-два их люди продавали естественно на продажу теряются огромные деньги так что лучше я не знаю в прокат ее взять покатался посмотрел хотя бы для себя что за машина или еще знаешь как ее взял я не знаю ты хочешь там кому-то как-то подкатить да особенно эта машина идеальна знаете для кого вот сейчас девушки они все смотрят инстаграм и так далее им важно на чем к ней приехал парень куда он ее отвез и так далее вот в принципе если она уже такая знающая мужскую любовь и так далее то есть там по-моему сколько встанет ресторан там рубля 3 эту тачку взять по-моему 12 или 13 короче за двадцатку в принципе можно коварный трюк провернуть что ну или же если нет у вас всегда есть вот это не ну ее то есть ты предлагаешь отдать там за 12-13 тысячи просто так ехать целый день на крайне если не получится то не ну как вариант коварный план осуществить можно а потом естественно включается вот эти вот все как говорится ну кто знает пацаны то есть там машина в сервисе там да мне ее брательник ударил то есть я вот пока сейчас на априори двигаюсь пока машина в ремонте и еще соответственно где-то на недельки 2-3 точно продлить себе радость и удовольствие как-то так так в общем что-то мы долго у нас это послесловие да да спасибо еще раз пацанами стоп рента постараемся у них еще что-нибудь взять для вас же поснимать вам спасибо что смотрели всем добра и позитива до новых встреч пока до новых встреч